Здравствуйте, друзья! На повестке дня одна из самых популярных тем среди аквариумистов – аквариумные сомы. Тема весьма обширна. В данном выпуске мы рассмотрим в большей части популярных, таких как сом Туракатум, коридороскрапчатый, но не обойдётся видео и без менее распространённых, но очень интересных сомов – татья средняя. Также подведём итоги розыгрыша из предыдущей подборки – двух промокодов по 1000 рублей на покупки в интернет-магазине экзаменю. Но на этот раз итоги будут где-нибудь ближе к концу ролика. Уже 4 участника получили свои призы. Не упустите свой шанс и вы, ответив на вопрос из этого видео. Итоги, как обычно, через неделю. Подробные условия будут в описании. Кстати, об условиях. На этот раз приз будет не 1000, а 2000 рублей. Победитель 1. А условия ещё проще. Поэтому пока приготовьтесь писать много комментариев и мы начинаем. Приятного просмотра. Хочется начать с панцирного сомика из Южной и Центральной Америки, которого, уверен, содержал практически каждый. Миролюбивый и неприхотливый сом Туракатум. Многие до сих пор их относят к хоплостернумам, но какое-то время назад их приписали к роду мегалекис. Надеюсь, правильно произнёс. На всякий случай латинское наименование на ваших экранах. Эти усачи вырастают до 12-15 см, в зависимости от условий. Есть и особи, достигающие до 18 см, однако сам таких не встречал, поэтому утверждать не буду. Живут в среднем 10 лет. А соседями могут служить любые мирные рыбы со схожими условиями содержания. Не советую им содержать с территориальными лабио и боциями. Также замечено на собственном опыте, что крупный анциструс постоянно гонял самку Туракатума и с целью отобрать корм и просто прогнать с абсолютно рандомного места. Навредить он, естественно, никак не мог, но постоянный стресс тоже к хорошему не приводит. Самцов и самок отличить несложно. У самцов на грудных плавниках сформирован своего рода шип, всеядный. Многие говорят, что они принимали пищу только со дна, но будьте уверены, что при кормлении других рыб они первыми окажутся у поверхности. Для содержания рекомендуется аквариум от 100 литров. И лучше содержать в количестве от трёх особей, так они более активны. Грунт лучше выбирать мелкий и окатанный, так как сомики могут поистрепать свои чувствительные усы о грубый грунт. Желательно наличие укрытий. В качестве примера обустройства аквариума – работа с конкурса дизайна биотопных аквариумов. Кстати, в этом году конкурсу 10 лет. Автор работы – Светлана Кириллова. Думаю, многие её знают. В своей работе она постаралась отобразить тихую заводь реки Эсекибу в районе Курупукари – Гаяна. Эсекибу – самая большая река Гаяны. Её протяжённость составляет тысячу километров. Она берёт своё начало в месте слияния рек Сипу и Ходикор на северных склонах хребта Акараи на юге страны. Течёт на север через влажные леса и саванны. На реке есть многочисленные водопады, одним из которых является водопад Курупукари. Впадая в Атлантический океан на 21-м километре к северу от Джорджтауна он образует эстуарий шириной до 20 км с многочисленными островами. Климат здесь жаркий и влажный, с двумя сезонами дождей – с апреля по август и с ноября по январь. Флора и фауна тропических лесов Гаяны очень богата. То же самое можно сказать и о фауне рек. Здесь обитает множество видов рыб, многие из которых можно встретить в аквариумах. Дно покрыто мелким песком, иногда заилиным. Так как эта часть реки расположена в лесной зоне, на дне имеются обломки ветвей и листьев. Во время паводкового периода вода поднимается и деревья, растущие вдоль берегов, частично затопляются. Из-за довольно быстрого течения водная растительность здесь редка. Её можно встретить только в прибрежной зоне, на относительном мелководье или в заводях. Вода реки в зависимости от времени года может быть более мутной или прозрачной, с чайным оттенком. Параметры воды в биотопе. Кислотность от 5 до 6,5. Жёсткость до 1. Параметры воды в аквариуме. Температура 25 градусов. Кислотность 6,5. Карбонатная жёсткость 3. Общая 6. Со списком растений можно ознакомиться, перейдя по ссылке в описании. Внимание! Вопрос! А никакого вопроса сегодня не будет. Всё, что нужно для участия в розыгрыше промокода на 2000 рублей на покупке в интернет-магазине экзаменю, это написать в комментах, каких сомов вы содержали или содержите, или вообще знаете. Важное условие. В одном комментарии может быть указан только один вид сомов. Количество комментариев не ограничено. Победитель будет только один. Итоги подведём, как обычно, через неделю. Следующий герой видео – коридорос крапчатый. Крапчатые коридоросы – небольшие и очень неприхотливые рыбы из водоёмов Южной Америки. Вырастают до 6-7 см. Причём самцы меньше самок. По разным данным, эти сомики живут от 5 до 7 лет. Но также встречаются сведения о продолжительности жизни до 10 лет. Думаю, всё зависит от условий содержания. Очень миролюбивы и держатся нижних слоёв. Обязательные участки на дне свободные от растительности. Также и на поверхности воды нужны открытые зоны, чтобы сомики имели свободный доступ к кислороду. Потому что коридоросы, помимо жаберного дыхания, имеют и кишечное. Содержать этих рыб нужно стайкой от 6-7 особей в аквариуме объёмом от 60 литров и более. Причём площадь дна имеет наибольшее значение. Сомики, выловленные в природе, гораздо контрастнее, чем те, которых мы чаще всего видим в наших аквариумах. Далее поговорим о том, что касается биотопа и оформления аквариума к нему приближённого, а заодно и узнаем об оптимальных параметрах воды. Ручей Эспенильо является притоком реки Рио-де-Ла-Плата, расположен в реке Магдалена, провинции Буэнос-Айрес в Аргентине. В целом, он питается дождевыми водами и родниками. В его окрестностях очень разнообразная наземная фауна. Множество видов птиц населяют это место. Протяжённость составляет около 30 км, а глубина в среднем 60-70 см в самой глубокой его части в сухой сезон. Течение и прозрачность воды варьируются в зависимости от местности. Во время сезонов дождей может достигать глубины в метр, затопляя окружающие поля. Субстрат характеризуется преобладанием и листоглинистых отложений с обилием органического детрита. Параметры воды – кислотность 8, жёсткость 10, но может значительно колебаться в зависимости от почвы, по которой протекает ручей. Также сильно влияют грунтовые воды, которые в некоторых случаях могут быть сильно минерализованы. Температура воды в сухой сезон в середине марта имеет значение 22 градуса по Цельсию. В аквариуме рекомендуется температура около 22-24 градусов. Значение нитритов 0 мг на литр и нитратов с приблизительным значением 12,5 мг на литр. Данные параметры были определены непосредственно в водоёме автором работы с помощью тестов. Те же параметры автор работы воссоздал в аквариуме. Список рыб и беспозвоночных водоёме очень широк. Я перечислю несколько гидробионтов, которых мы также можем видеть на экране, а с полным перечнем вы сможете ознакомиться с сами, перейдя по первой ссылке в описании под видео. Остеонакс стенохолинус, цихлозома фацетум, брекон америкус и херинга, гимногеофагус меридионализ, пимеладелла латицепс и другие. Список растений не такой широкий. В аквариуме мы видим в основном роголистник и лютик борецелистный. Полный список растений в водоёме доступен также по ссылке под видео. Все элементы, используемые в этом аквариуме, такие как субстрат, ветки, камни, пустые раковины улиток и двустворчатых моллюсков, а также растения, были собраны автором работы непосредственно из биотопа и организованы так, чтобы имитировать выбранный биотоп. Субстрат аквариума – это очень мелкий песок с силово-глинистой консистенцией коричневого цвета. Имеет отложение растительного мусора с остатками древесины, камыша, остатками травы, которая попадает с полей окружающих водоём. Теперь немного о кормлении. Коридоросы всеядны. Едят как живые и замороженные корма, так и сухие. Принимают пищу, как правило, со дна. Из качественных сухих отлично подойдёт тетра кори шримп веферс. Корм специально разработан для удовлетворения потребностей коридоросов. В состав входят креветки, которые богаты жирными кислотами омега-3. Повторюсь, коридоросы очень неприхотливы и устойчивы ко многим заболеваниям. Но не стоит забывать о чистоте в аквариуме, поэтому необходимы подмены и хорошая фильтрация. А сейчас на ваших экранах Татья средняя. Но сначала давайте подведём итоги розыгрыша из предыдущего видео о самых распространённых аквариумных лягушках. И узнаем, кто же получит промокоды на 1000 рублей. Как обычно, обратимся к рандомайзеру. А правильный ответ на вопрос – шпорцевая лягушка. Если конкретнее, то кенийская. Да, вопрос был очень простым. И мы поздравляем победителей. Прошу отметиться в комментариях под этим видео. Ещё раз поздравляю. И желаю всем удачи в следующем розыгрыше. Надеюсь, вопрос не пропустили? Татья средняя. Обитает в реках с чёрной водой и медленным течением, в поймах и болотах Южной Америки. Предпочитает мягкий песчаный грунт и обилие укрытий. Содержать лучше небольшими группами в аквариумах от 100 литров. Вырастают до 12 см. Питаются личинками насекомых и мелкими ракообразными. На ваших экранах работа с конкурса дизайна биотопных аквариумов нашего соотечественника. В прибрежной часть реки Блэк Уотер в Рио-Ампияку, Перу. Параметры воды в аквариуме. Температура 24-26 градусов. Кислотность около 5,5. В природе в конце сухого сезона температура составляет около 28 градусов. Кислотность менее 5. Рио-Ампияку является левым притоком реки Амазонки и протекает через низменные дождевые леса на северо-востоке Перу, между Икитосом и границей с Колумбией и Бразилией. Из-за небольшой разницы в высоте между верхним и нижним течением этой реки окружающая местность довольно схожа на всём протяжении дренажа Ампияку. Это дикие, малонаселённые амазонские леса. Во время сезона дождей большие площади лесов оказываются затопленными. Это место известно большим биоразнообразием, которое включает 1500 видов растений и 207 видов рыб. Есть много небольших рек и ручьёв, впадающих в Рио-Ампияку, и в своей работе автор попытался воссоздать один из них. Как видно даже из спутниковых фотографий, Ампияку – это река с чёрной водой, и то же самое верно для большего числа её притоков. Из-за лесов на берегах реки песчаное дно покрыто опавшими листьями, ветками и корягами. Некоторые деревья, растущие прямо у воды, образуют пучки воздушных корней, которые свисают в воду. Большинство растений, произрастающих в водоёме – это плавающие растения, такие как пистия, лимнобиум и другие. Вода обычно чайного цвета из-за окрашивания танином. Но цвет может варьироваться в зависимости от сезона. Друзья, на этом всё. Спасибо за просмотр! Не забывайте подписываться на канал, обязательно делиться видео с друзьями, если планируете участие в розыгрыше. Жмите лайк, если видео понравилось и до встречи на следующей неделе!